Привет, на днях обнаружил у себя второй раст. Да, прям в клиенте стима, думаю, что за фигня. Погуглил, никаких адекватных ответов не было. Посмотрел, сервер действительно существует. Думаю, не будем мудрствовать лукаво, зайдем на форум и посмотрим. Google переводчик в помощь. Ну, на самом деле, новость еще аж от 4 апреля 2017 года. То есть, начиная с тех времен, ребята начали тестировать свои обновления при нагрузке, чтобы пользователи были на сервере. Соответственно, здесь была инструкция, как это сделать. А теперь нам этот сервер просто запилили в сам стим. А теперь к обзору обновления DevBlock 193. Краточный ролик, можешь посмотреть у них на сайте. Мы пробежимся тезисно. Нам добавляют костяные и огненные стрелы. И это круто. Костяной стрелой тебе будет проще подать в цель. Она якобы становится больше. То есть, не нужно прям выцеливать. Можно просто стрелять рядом. Тот же принцип. У огненной, по сути, это фаерболл, который наносит сплэшевый дамаг. Плюс поджигать можно то, куда упадет этот шарик. И выглядит это классно. Важные изменения для одиночек. Отныне тебе не нужен кодовый замок. Все те истории, когда ты не можешь попасть в дом, потому что потерял или отняли ключ. Или просто не можешь из него выйти, потому что потерял его. Больше не актуальны. Обычный замок открывается владельцам в любое время, без ключа. Еще одной полезной фишкой будет гниение. Пока оно дорабатывается и выглядеть будет вот таким образом. То есть, текстуры будут менять свои цвета со временем. Так мы сможем издалека определить, начал гнить дом или нет. Продолжают радовать видами. Посмотри на эту прелесть. Реализм да и только. Правда, железо нужно помощнее. Но это уже беда пользователя. Главное, чтобы игрушка выдавала достойную картинку. Оптимизировали работу шкафа на серверной части до одной секунды. Короче, актуально для игроков на модифицированных серверах. Вы больше заметите разницу. Рождественские огни, оказывается, давали какие-то баги-эксплойты. Их пофиксили. Андрес мог оптимизировать сервера еще лучше. Но введение искусственного интеллекта пустит это все псу под хвост. Перебалансили или оптимизировали кучу с мусором. То есть, теперь они будут появляться в более естественных местах у дорог. Перепилили погоду. Теперь она изменяется каждые 18 часов. Причем в туман плотность или видимость будет ухудшаться на протяжении 6 часов, пока не дойдет до пика и не закончится. В ясную погоду, теперь наоборот, все четко и никакой дымки на горизонте. На ночном небе снова видны звезды. Также проработали над контрастом в ночное время. Нам добавляют нижнее белье. Больше не будет тех проблем с цензурой, как раньше. Осталось только доработать под цвета кожи. Выглядит, по-моему, достойно. Дополнили фичу с изучением или осмотром своего оружия. По-моему, годно, только вот не нужно на это тратить много ресурсов. Особенно вот из этой бутылки. То это подверглось редакции. Ох уж этот реализм. Теперь, когда гильза удаляется из патроника, мы можем видеть следы дыма. На примере автомата или пулемета они прям клубятся. Видишь, справа. По-моему, самое малозначительное изменение, которое заставит скушать лишних пару кадров на твоем железе. Но локализатору или разработчику видней. Что ж, на этом деб-блог подошел к концу. Я надеюсь на твои комментарии. Пилить мне их дальше или нет? Что ты думаешь по этому поводу? До новых встреч и удачи, бро! Субтитры сделал DimaTorzok